Добрый день всем! Я думаю, что речь моя будет короткой. Да, потому что у нас очень плотный график сегодня. Такой красивый день сегодня в Москве. Конечно, красивый. И москвичи, и особенно москвички красивые. Уважаемый Владимир, друг, представители правительства Москвы, господа послы, дамы и господа, представители Латинской Америки, которые сопровождают нас сегодня. Господин посол России в Венесуэле, посол Венесуэлы в России, представители вооруженных сил Венесуэлы, генералы, родственники, Граждане Венесуэлы, мужчины и женщины, которые сопровождают нас сегодня. Уважаемые почетные гости. А вот тут целый батальон молодежи. Московички, поприветствуйте от меня, весь народ Москвы, Россия в моем сердце. Это моя дочь, которая поднимается, это новая Россия. Господа представители печати, прессы. Я очень благодарен от имени венесуэльского народа за проведение этого мероприятия. Я очень благодарен правительству Москвы Владимир в том, что Вы выбрали такое исключительное место, такое красивое место, для того, чтобы здесь поднялся памятник Боливару, которое имеет для нас очень большую значение. Симон Боливар собирает в себе не только представляет собой большую утопию, но значительно больше, большую мечту. И даже больше, огромный проект. Проект свободы. И этот проект не только укоренился в Венесуэле, но во всей Латинской Америке, в Карибском бассейне. И с глядом его был стремлен на горизонты всего мира. Боливар также мог быть москвичем. Он был человеком вселенной. Он был человеком всего мира. Таким же человеком был Миранда, который проезжал по этому городу. Он поднимал здесь знамя свободы. Кроме того, я думаю, мои дорогие друзья, что не было лучшего момента, чем возвести здесь памятник Боливару. Через 200 лет после начала борьбы за нашу независимость. И когда я говорю об этих 200 годах, я думаю не только о прошлом. Я думаю о настоящем также. Независимость в Латинской Америке это процесс, который и сейчас продолжается. Боливар comenzал тот процесс, который еще не закончен. Я сегодня вспоминаю о великом латиноамериканце, борце, писателе, поэте. Кубинце, Хосе Марти. И aquellos versos dedicados к Боливару. И о тех стихах, которые он посвятил Боливару. Когда dice Хосе Марти. Когда Хосе Марти говорит. Боливар все еще жив. В Латинской Америке. На нашем континенте. Боливар должен присутствовать в Латинской Америке. Можно вспомнить еще одного великого американца, Павло Неруда. Тот, который воспевал Сталинград. Воспевал жизнь. И Неруда сказал. Боливар, наш отец. Ты сегодня в земле. В воде. В воздухе. Все имеет твое имя, отец наш. На этой огромной земле. И наконец Неруда заканчивает. Либертадор. Освободитель. Мир мира родился в твоих объятиях. Мир. Пан. Хлеб. Пшеница. Они родились из твоей крови. Из нашей молодой крови. Насеран пас. И из твоей крови родится мир. Пан. Хлеб. И трик. И пшеница. Для мира, который мы сегодня строим. Мы сегодня строим дети Боливара. И дети Боливара. И дети Боливара. И почери Боливара. Это не только мы, венесуэльцы. Не только колумбийцы. Или эквадорцы. Перуанцы. Боливицы. Если мы все мы, женщины и мужчины. В Латинской Америке. В мире. Здесь в Москве. В Европе. В Африке. В Африке. В мире. Лучаем. Мы действительно боремся. За справедливый мир. За мир во всем мире. За мир равенства. Никогда раньше его идеи не были такими жизненными. А его наследие не было таким жизненным. Поэтому я говорю. Друзья мои. Что не было лучшего времени. Двести лет спустя. Чтобы Боливар вернулся сюда. Как символ единства. Как символ освобождения. Как символ великого возрождения. Борьбы за человека. В этой прекрасной Москве. В исторической Москве. В России. В которой ходятся все дороги. В этой Родине. Родине, которую мы сегодня любим больше, чем когда-либо раньше. Эта Великая Республика. С которой Венесуэла укрепила прочные дружеские связи. С которой мы вместе разделяем. С ее правительством. С ее народом. С ее обществом. С строительством. С ее нового сбалансированного мира. И именно об этом говорил Боливар. Там когда-то в 1820 году. Боливар говорил о сбалансированном мире. О геополитическом балансе. Пал Советский Союз. Мы очень сожалеем об этом. Но что теперь делать? Ничто не теряется. Все переображается. И вот сегодня новая возродившаяся Россия. И здесь народы всего мира. Мы здесь народы мира. И мы рожаем новый мир. Где не будет агрессии. Где не будет империализма. И где будет процветать этот мир. Мир мира. Хлеба. И пшеницы. Об этом мечтал Боливар. Мы победим. И как вы сказали. Мы победим. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 donde estará la estatua del libertador Simón Bolívar. Esta estatua estará para el año 2011, de manera paralela a la estatua de Francisco de Miranda en Zavetesburgo. Esto forma parte del primer punto en la agenda del primer mandatario nacional en la ciudad de Moscú, en la Federación de Rusia. Esta es una visita oficial que realiza, por supuesto, para extender y estrechar los lazos entre ambas naciones. Decía el presidente Hugo Chávez la importancia de colocar esta estatua que representa y que muestra la figura del padre de la patria Simón Bolívar, que está enmarcada, por supuesto, en el bicentenario de la independencia y, por supuesto, representa la revolución de los pueblos de América Latina y que se extiende, sale desde la frontera de América Latina y llega a otros países del mundo. El presidente también enfatizaba en la unión que debe existir entre los pueblos de América Latina y el mundo. Esta estatua, repetimos, estará para el año 2011 y será realizada en mármol verde. Será una réplica exacta a la estatua del padre de la patria Simón Bolívar, ubicada en la Plaza Bolívar de Caracas. El primer mandatario nacional cumple su primer punto en la agenda de esta novena visita oficial a la Federación de Rusia y luego de aquí, por supuesto, continuará su nutrida agenda, como así lo calificó, para afianzar los lazos entre ambas naciones y, por supuesto, suscribir nuevos convenios de cooperación en varias áreas entre Venezuela y la Federación de Rusia. El primer mandatario estuvo acompañado por el primer vicealcalde en funciones, señor Pyotr Pavlovich Birukov, y el presidente de la Duma de la Ciudad de Moscú, Vladimir Mikhail Kovic Platonov. Señor presidente, querido Vladimir Ionich, yo te invito a presentar las costas de la ciudad de Moscú, Vladimir Ionich, vamos a despecinar ofrendas florales a la primera piedra, al futuro monumento. En este momento, pues... de la ciudad de Moscú, el presidente Hugo Chávez, pues, coloca las flores que tienen los colores de la bandera de Venezuela y de la bandera de Rusia en la piedra fundacional, donde posará la estatua de Libertador Simón Bolívar, y en este momento, pues, conversa con el primer vicealcalde en funciones, mostrándole una pintura, una fotografía del busto de Bolívar, ubicado en la Plaza Bolívar de la Ciudad Capital, explicándole que esa será la réplica que en esta piedra fundacional se colocará para representar la unión de los pueblos y, por supuesto, para afianzar los lazos entre ambas naciones. Cuando son ya pasadas las 11 de la mañana, en horario de Moscú, en hora de Moscú y con una temperatura de 0 grados centígrados, el presidente, por supuesto, sigue conversando y saludando a la gente que vino a visitarlo, a acompañarlo, para la colocación de esta piedra fundacional. ¿Tú eres estudiante? Sí. ¿Estudiante? Pero estuve en Venezuela también. Sí. ¿Dónde? En Venezuela. ¿Estuviste jugando? Ese verano. ¿El verano? Sí. ¿Haciendo qué? Paseo de los meses. ¿Paseo? Con mi novio venezolano. Ah, qué bueno. Maravilla. Saludos. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo están? Hola. Hola. El presidente Hugo Chávez Frías, pues, saluda a las personas que aquí se acompañan en este primer punto de la agenda al presidente de la República Bolivariana, primer mandatario nacional. El Sistema Nacional de Medios Públicos, pues, le dará la cobertura ampliada de la agenda que llevará el presidente en la Federación de Rusia. Dios mediante, en un año estaremos aquí. No, claro, poco, muchachos. Tú no eres de Mocu, tú estás infiltrado ahí. No, es prensa la tira. ¿Cómo estás? En un año nos vemos aquí otra vez. Pero trataremos de venir en primavera. No, intentaremos de venir en primavera. Abril, mayo, por ahí. Abril, mayo, por ahí. Saludos, felicidades. Pasiva. De esta manera el presidente se despide de las personas y el Sistema Nacional, le recordamos, el Sistema Nacional de Medios Públicos le estará dando la cobertura de esta actividad y de esta novena gira. Con esto, doblemos el contacto a los estudios en Caracas. Adelante.